Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких событиях уходящей недели. Говорят, что чрезмерная любовь к деньгам до добра не доводит. Однако это высказывание, пожалуй, неприменимо только лишь коллекционерам. Ведь для них деньги – это не средство достижения благ, а предмет коллекционирования, с помощью которого можно даже изучать историю. Мы привыкли изучать историю по учебникам и энциклопедиям. А вот коллекционер из Самары Владислав Студеникин считает, что деньги могут рассказать о развитии общества не хуже любой книги. Его увлечение монетами началось довольно давно, еще в четвертом классе. Тогда на чердаке бабушкиного дома в деревне он нашел вот этот Екатерининский пятак 1769 года, который положил начало его коллекции. Ну а со временем внимание Владислава привлекли и банкноты. Монеты, не так много этих монет, особенно царского периода, ну их там три десятка, если наберется видов, то хорошо. А доступных по цене на то время было еще меньше. Поэтому как-то плавно переключилось на собирание банкнот. А когда стоит только этим заняться, увидев какой огромный материал можно из этого нарыть, то это, конечно же, очень захлестнуло, и я переключился только на банкноты. В этом году наша страна отмечает 700-летие рубля. На выставке «История денег в монетах и банкнотах», которая открылась в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, представлено более тысячи экспонатов, которые наглядно иллюстрируют практически всю эту 700-летнюю историю. Благодаря специально оформленным стендам с подробными пояснениями, посетители выставки могут узнать много интересных фактов, не прибегая к услугам экскурсовода. Я подумал, что зачем. Если человек придет смотреть красивые бумажки, половина не поймет, что это такое. Это будет как картинки, картинную галерею. А это все-таки проект исторический. Именно поэтому я сошел нужным представить еще и исторический контекст. То есть, увидев стенд и представленные деньги на нем, можно прочитать краткую историю каждого выпуска, и при том сквозь политические события. Кстати, родился и вырос Владислав на Рязанской земле. Именно в нашем городе, в клубе археологов, он ближе познакомился с производством денег в Древней Руси. Так что отдельный стенд-коллекционер решил посвятить деньгам Рязанского княжества. Рязань начала одна из первых чеканить монету. Но это была не собственно монета рязанская, а ордынские деньги, сделанные с определенным видом чеканом. Вот здесь они есть, начиная от князя Олега и заканчивая последним рязанским князем Василием. Но Василий уже в чекане по московской весовой норме уже Москва Рязань заполучила. И кроме названия деньга Рязанская, на ней ничего рязанского уже и не осталось. Здесь же вы увидите монеты московского княжества и деньги периода татаро-монгольского ига, купюры времен Первой мировой войны и английских интервентов. И даже миллиард рублей, на которые в период гражданской войны можно было купить всего лишь килограмм мяса. В общем, вам предстоит открыть для себя много удивительных и неизвестных фактов, связанных с историей нашей страны. Все знают, что Ленин придумал советский герб, серп и молот. Но мало кто знает, что в противовес ему при Колчаке был придуман еще герб белого движения. И он был помещен на денежных знаках Колчака и других регионов. Были в нашей истории деньги, выпущенные совместной германской и белой армией в 1918 году, и купюры генералы Врангеля, которые печатались в Симферополе и Феодосии. Все это и многое другое вы можете увидеть на выставке «История денег» в монетах и банкнотах, который будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля до 28 февраля ежедневно, кроме понедельника и среды. На сегодняшний день библиотека – это не просто место, где можно познакомиться с книжными новинками и найти литературу по любой теме, но еще и своеобразный культурный центр, в котором постоянно проводятся различные мероприятия, выставки художников и фотохудожников. Сегодня холл библиотеки имени Сергея Есенина украшают фотографии, которые знакомят зрителей с удивительными пейзажами севера России. «Мой север» – именно так назвала свою первую персональную выставку фотограф-любитель Надежда Водорезова. По словам Надежды, сколько себя помнит, она никогда не расставалась с фотоаппаратом. Сначала это была пленочная смена, потом многочисленные мыльницы, но по-настоящему Надежда увлеклась только тогда, когда появилась цифровая фотография, ведь она дала возможность видеть результат сразу, что очень важно для фотографа-любителя. Фотографируют Надежды везде, в том числе и в своих многочисленных поездках. А так как на севере она бывает довольно часто, то на выставку попали фотографии Мурманской и Архангельской областей. Почему Архангельская область? Вот с ней я знакома с детства, там находилась в деревне, где жили моя бабушка и дедушка, поселок Пинега. И все места, которые здесь сняты, это Пинежский район. Места очень интересные, красивые. Я с детства прониклась их особенным духом и атмосферой. Но с Мурманском пришлось познакомиться несколько позже. Так уже получается, что всю жизнь родственники оказываются там, и в Мурманске оказалась совершенно случайно моя родная сестра, которой я езжу в гости. В Мурманске, к сожалению, я бываю гораздо реже на более короткие сроки. Но, тем не менее, в 2014 году я побывала в местах поселка Териберка, который очень здорово прозвучал в фильме «Левиафан». Снимали его там. Но я еще тогда не знала ни о каких фильмах. Я очень хотела увидеть Баренцево море, посмотрела на него, и теперь показываю всем, как это красиво, здорово. Несмотря на то, что надежда бывает на севере довольно часто, каждый раз она открывает для себя что-то новое и старается рассказать об этом посредством фотографии. Так настоящим открытием для фотографа стала деревня Кулой, с которой она познакомилась во время своей очередной поездки. Представьте себе огромную, заброшенную, покинутую деревню. Как я потом прочитала, живет там около 10-15 человек, а деревня, конечно, была огромной. Порывшись на страницах учебника истории, я выяснила, что Кулой когда-то был очень богатым поселком, имел выход в Мизенскую губу, там шла активная торговля. Но и самое интересное мне, как географ, было узнать, что там находится незамерзающий слюной источник, из которого шла добыча соли очень долгое время. Но, к сожалению, цена на соль менялась, поэтому тот, который был пад, кто взрождался, в последний раз соль варили в год Великой Отечественной войны. И, конечно, побывать в таком месте было очень интересно. Ну, а самое главное интересное, что встречает у нас поселок, это разрушенная церковь, которая была построена в 1868 году, а сейчас сгорела. И вот этот как раз кадр на первой фотографии выставки. Кстати, идея организовать эту выставку принадлежит отнюдь не Надежде, а профессиональному фотографу Андрею Кареву. Так получилось, что он тоже фотографировал те же места. Мы решили просто посмотреть, поделиться фотографиями. И когда я увидел то, что у нее, у любителей там, да, желание показывать свои фотографии отпало напрочь, потому что действительно очень хороший, тонкий подход. Это север, тут нельзя вот как-то наскокон. Это скромная природа. Подход должен быть вот такой, чтобы эта природа оставить ее такой, как она есть. Познакомиться с лаконичной и тихой природой севера могут все желающие. Выставка «Мой север» Надежды Водорезовой будет работать в библиотеке имени Сергея Есенина до 2 марта. В день открытия выставки Надежды Водорезовой мы также познакомились с новыми книгами, которые только что поступили в библиотеку имени Сергея Есенина. По словам библиотекарей, сегодня, несмотря на развитие современных технологий, многие не готовы заменить живую книгу ее безжизненными электронными аналогами. А купить все, что хотелось бы прочитать, иногда нет возможности. Так что посетители библиотеки внимательно отслеживают новые поступления. Наши читатели знают о наших днях новых поступлений, с удовольствием их посещают, записываются на каждой книге, и уже на следующий день после прохождения этой выставки могут получить эти книги для чтения. Для читателей в холле библиотеки была организована выставка с книжными новинками, а это около двухсот наименований художественной, естественно-научной, отраслевой и общественно-политической литературы. Среди книг, которые библиотекарей советуют прочесть рязанцам, путеводители романа Арбитмана. 99 книг, которые не надо читать. В этой книге он прошелся по произведениям, которые, по его мнению, читать не надо. Ну, я думаю, что не надо уж так прям следовать его наставлениям. Я думаю, что самое главное, что антиреклама – это ведь тоже реклама. И каждый, прочитав эту книгу, захочет почитать те произведения и составить свое мнение. Так что большое спасибо роману Арбитману, который наших читателей сподвигает на то, чтобы прочитать и литературу, которую он критикует. На выставке посетители библиотеки смогли не только ознакомиться с книжными новинками, но и сделать предварительный заказ на заинтересовавшее их издание. 14 февраля здесь, в нашем любимом кафе «Старый парк» пройдет концерт Валерия Скиданова. Конечно же, многие знают его как актеры и режиссеры театра «Кукол», но теперь у нас есть возможность узнать его с новой стороны. Писать песни Валерий Скиданов начал еще будучи студентом, а вот вспомнил о том, что написанные им некогда тексты пылятся в ящике стола, только готовясь к своему 45-летию. Тогда Валерий показал их профессиональным музыкантам, среди которых был и известный в Рязани Вячеслав Сергеев. Мне всегда нравилось и нравится именно актерское пение. Все-таки от профессиональных вокалистов, по-моему, они отличаются тем, что поют не только связками, они поют сердцем, душой. Где-то не обязательно надо выпивать ноты, а что-то проговорить. Как вы уже поняли, профессионалы творчества Валерия одобрили. Так родилась небольшая группа, с которой они исполнили первую музыкальную программу под названием «Безперспективняк». Ну а сейчас они готовятся в день всех влюбленных порадовать рязанцев новой программой «Гайва». «Гайва» — это название моей родины, моего поселка. «Гайва» — это приток Камы, реки Большой. Я сам родился на Урале, в Пермском крае, в Перми. А рядом с Пермьем, такой небольшой поселочек на правом берегу «Гайва». И вот про это я песню написал, и появилась новая программа «Гайва». Она более мягкая, более лиричная получилась, нежели первая. Я там вставил много песен из спектаклей театральных, много песен для детей, для сына когда-то писал. Он был маленький. И вот мы будем 14 февраля играть эту программу здесь, в Старом парке. Концерт не приурочен к празднику, который многие отмечают в этот день. Но песни о любви там обязательно будут. Кстати, программа включает в себя не только песни. Ну а что еще, лучше вам самим узнать 14 февраля в кафе «Старый парк». Подарки любят получать все. В Чехане 21 прошло довольно необычное мероприятие под названием «Большой марафон свадебных подарков», на котором можно было не только повеселиться от души, но еще и узнать массу полезной, особенно для будущих молодоженов, информации. Красные, оранжевые, синие цвета интерьера. Уникальная посуда, множество подарков и выступления артистов. Это первый в Рязани большой свадебный марафон. Праздник для будущих женихов и невест, которые в самом начале мероприятия оценили то, за чем пришли. Вы знаете, что свадьба такое дело достаточно затратное, поэтому хочется что-нибудь выиграть. Красиво, нам понравилось. Да, все очень хорошо, так очень приятно и уютно. Видели все, картину, ну так хорошо, уже нам нравится. В ресторане «Чайхана-21» собрались лучшие фотографы, видеографы, свадебщики, артисты, ведущие, флористы, чтобы поделиться модными тенденциями этого года и некоторыми секретами. Цвет свадьбы очень актуален. Вы знаете, цветные свадьбы, они запланили многие сезоны и действительно являются актуальными. Но не все знают, что цвет свадьбы стоит все-таки выбирать от цвета зал отталкиваться, потому что порой то, что нравится мне непосредственно, не подходит к тому месту, которое я выбрала из своего торжества. Зал, декор и сервировка – это тема одна из основных в свадебной подготовке. Ресторан «Чайхана-21» давно уловил это веяние. Этот зал – настоящий трансформер. Его можно обыграть как в брутальном стиле, так и в романтическом. Изысканности этому месту придает хорошее меню, рассчитанное на любителей мясных блюд, а также многогранный интерьер – от панорамных окон до кованых люстр. Сами артисты, не меньше гостей, получили заряд энергии на этом празднике. С удовольствием раздавая подарки. Для меня лично сегодня приятно то, что огромное количество друзей, просто артисты, фотографы, ведущие, просто вот сама тусовка доставляет огромное удовольствие. И почему бы не подарить участникам сегодняшнего мероприятия сертификат на скидку. Некоторые из профессионалов своего дела поделились и своими дальнейшими планами. В среднем человек на свадьбу, там, молодые, тратят, ну, порядка 500 тысяч. Мы предлагаем за эту же сумму сделать свадьбу на миллион. Все это будет проходить под съемками телекамер. Речь идет о новом телевизионном проекте «Свадьба на миллион», где жених и невеста пройдут путь от покупки своих костюмов и до бракосочетания. А телезрители увидят некоторые хитрости и нюансы того, как сыграть эффектную свадьбу. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова